Это программа «День с толком» в студии Артём Гусельников. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Новый старый мост. Водителям пообещали, что ремонт закончится на месяц раньше запланированного срока. Борьба с бесплодием. В Барнауле провели уникальную для региона операцию. Чемпионы Сибири. Футбольный клуб «Темп» заработал право на участие в Кубке России. Старый мост в Барнауле откроют 20 октября, на месяц раньше запланированного срока. Напомним, объект закрыли на капитальный ремонт в январе 2020 года. Работы были необходимы. Движение по мосту уже считалось небезопасным. В итоге на переправе полностью заменили балки пролетных строений и плиты проезжей части. Установили знаки, нанесли разметку и окрасили барьерные ограждения. Стоимость ремонта составила более 1 миллиарда рублей. Остается надеяться, что отремонтированный старый мост поможет разгрузить новый. Наверняка этим летом многие автолюбители оценили воскресные многокилометровые пробки на подъезде в Барнаул, когда дачники и туристы из Горного возвращались в краевую столицу. Соблюдают ли горожане масочный режим? На фоне роста заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор провел очередной рейд. По итогу в суд передано 12 дел о нарушении эпидемиологических норм. В краевую казну предположительно попадет около 200 тысяч рублей. Основную часть заплатят жители города, физические лица. В списке незаконопослушных водители общественного транспорта, продавцы торговых центров. Всего сотрудники проверили 177 объектов, в том числе более 50 автобусов и трамваев. Штраф получили 5 водителей. 110 отделов в торговых центрах «Весна», «Малина» и «Галактика». Там штраф как физическое лицо получили сотрудники торговых точек. Лишь один протокол был составлен в адрес индивидуального предпринимателя. Напомним, что за нарушение эпидемиологических норм для граждан предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 150, для юридических до полумиллиона или приостановлении деятельности на срок 90 суток. Известно, следующий рейд уже запланирован. Правда, в каких числах он пройдет, сотрудники Роспотребнадзора держат в тайне. К другим темам. Жители нескольких домов индустриального района уже который день бьют тревогу. Пытаясь пробраться к своим подъездам, люди тонут в лужах и грязи. При этом барнаульцы покупали квартиры в разрекламированных жилых комплексах, где должно быть, по идее, красиво и комфортно. Виноват ли в этом грязном деле застройщик, расскажет Ирина Корчагина. После того, как пройдешься по данной дороге, на подошве остается толстый слой грязи. И чтобы не тащить его в дом, народ вот таким образом вытирает ноги. Не очень культурно для жителей ЖК Питер, но другого выхода нет. Три новых дома на 65 лет победы 22, 280-летие Барнаула 15 и Павловский тракт 162 оказались в плену вечной грязи. Чтобы пройти к своим подъездам, люди вынуждены месить кашу под ногами, либо обматывать обувь пакетами. Во время дождя и того, как тает снег, все начинает сильно заливать, появляется грязь. При больших осадках, когда идут большой ручей, все идет на парковку, да. Ну и частично на перекресток. Местные говорят, что единственный способ добраться отсюда в сторону центра – это дорога, которая ведет к остановке Сиреневая. Сегодня сухо, нет дождя, но даже в такую погоду преодолевать вот такое месиво возможно только в резиновых сапогах. Не выехать, не подъехать. Заезжаешь. С той стороны дороги нет, там делают, конечно. А с Павловского вообще не заехать, это очень сложно. Общественники изучили кадастровую карту и поняли – у них есть вопросы, но не к застройщику. Он сделал все согласно плану, заасфальтировал придомовые парковки и подъезды к ним. Именно эта дорога и, возможно, здесь тротуар – это относится к видению именно муниципалитета. То, что находится у нас за спиной – это вообще улица 280-летия Барнаула. То есть просто продолжение этой улицы, которая не оборудована. И задача по созданию дорог – это задача именно администрации города Барнаула. Мы отправили запросы в мэрию, чтобы уточнить, планируется ли в ближайшее время в этом районе строительство дороги. А жители домов тем временем уже сегодня начали сбор подписей под тремя жалобами – в администрацию ГИБДД и прокуратуру. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. В следующем году в стране начнет работу государственный проект «Социальное казначейство». Новый цифровой инструмент позволит значительно упростить жизнь тех россиян, кто получает государственные выплаты и пособия. Одним из первых к проекту планирует присоединиться ВТБ. О том, как он будет реализован и какие меры поддержки можно получить уже сейчас – в нашем сюжете. С выше 400 мер соцподдержки и более 30 тысяч видов адресной помощи действуют на территории страны. И для получения каждого пособия нужно заполнить заявление и указать счет для зачисления средств. Однако скоро можно будет забыть про походы по инстанциям. Достаточно будет лишь один раз назначить счет своей карты МИР для получения всех соцвыплат на госуслугах или в личном кабинете интернет-банка. Положенные пособия будут автоматически зачисляться на выбранную карту, а государство и банк проинформируют клиента о доступных ему соцвыплатах. А пока идет подготовка проекта социального казначейства, коммерческие банки реализуют собственные меры поддержки. Я услышал, что ВТБ-банки предлагают хорошие условия для пенсионеров, чтобы перевести пенсию на карту ВТБ-банка. Не обязательно ходить в офис пенсионного фонда, можно все сделать и оформить в банке. Здесь довольно неплохие условия. 2000 подарок от банка, если переводишь пенсию на счет. Обновленный проект по поддержке пенсионеров стартовал в банке в сентябре в рамках программы адресной помощи уязвимым категориям населения. Чтобы получить финансовую помощь от банка, достаточно оформить заявку на перевод пенсии в ВТБ до конца октября. Также пенсионерам не страшны будут и мошенники. Вместе с картой МИР клиенты старшего поколения получат бесплатную страховку карты счетов. Она защитит от хищения денег телефонными мошенниками, списаниями через поддельные сайты, а также от других атак злоумышленников. Уже в сентябре всем нашим клиентам, кто получает пенсию на нашу карту, мы подключили бесплатное страхование. До 100 тысяч рублей сумма страхового покрытия. Тем же, кто выберет наш банк для получения пенсии в дальнейшем, страховка будет подключена автоматически после первого зачисления. В этом году финансовая поддержка оказалась очень кстати родителям школьников и представителям старшего поколения, которые единовременно получили по 10 тысяч рублей от государства и дополнительные средства от банков. С запуском сервиса социального казначейства пособия будут поступать на карту автоматически, как только появятся основания. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае появится больше дорожной техники. Средства сэкономят при проведении закупок. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщил заместитель министра транспорта Валерий Никитюк. Уже приобретено 60 единиц. Комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы с навесным оборудованием для зимнего содержания дорог. На закупку техники из краевого бюджета потратили 300 миллионов рублей. Поступила она в 49 регионов. За счет экономии по торгам из этих 300 миллионов будет приобретено еще 10 единиц техники и переданы в 7 муниципальных образований дополнительно. Всего в этом году с учетом средств федерального бюджета на обновлении технической базы для содержания дорог края потрачено более миллиарда рублей. Сюда входит и закупка техники в дорожно-строительные управления и в муниципалитеты, а также плановое обновление парка ДСУ. Продолжим. Пятая часть обратившихся в Краевую академию мужского здоровья бесплодны. Более того, у 30% таких пациентов не ясны причины заболевания. Врачи не говорят, что неспособность к зачатию становится массовой, а корректно поправляют, что мужскую болезнь стали выявлять. Еще несколько лет назад в случае бесплодия усиленно обследовали женщину, а сейчас к планированию беременности активно подключают и исследования мужского организма. На какие усилия иногда приходится идти парам ради рождения ребенка, расскажет Анастасия Дороган. Всероссийский день отца, можно сказать, рождался в этих операционных. В 2018-м уролог Роман Алиев в составе команды врачей в Москве говорил, что этот праздник необходим. Упор он делал и на медицинскую сторону вопроса мужское здоровье и мужское бесплодие. Три места, откуда идет завод. То есть мы непосредственно набираем питательную среду. Этому мужчине 29, у него тяжелая форма бесплодия, когда семя не содержит сперматозоидов. Последние два года обследовали только его супругу, а причина оказалась в нем. Именно он подходит под 30 процентов, это бесплодие неясного генеза. Почему? Потому что у него в том-то и дело, что весь гормональный фон абсолютно нормальный. Но шанс есть и у таких пациентов. Для этого в Краевую клинической проводят многоуровневую операцию. Первый этап – вскрыть мошонку пациента. Я поставил насечки гормонационные для того, чтобы, когда мы сейчас будем делать разрез, чтобы нам операционное поле не заливало кровью, потому что нам нужны содержимые сильные канатики. В кусочках биоматериала в теории должны быть и сперматозоиды. По словам врачей, за 2020-й в Академию мужского здоровья обратилось 4,5 тысячи пациентов. Бесплодие диагностировали в пятой части. Кроме скрытых причин, это происходит из-за генетики, травм, воспаления, инфекции. Но помогать сильному полу стать папами стало проще с появлением Академии. В самых тяжелых случаях отправляют сюда. Сперматозоид найден. Материал потенциального папы исследуют в центре ЭКО. И начинается второй этап операции «Стать родителями». В это же время мы забирали материал, то есть у ациты, у супруги. Будет происходить оплодотворение. На пятые сутки мы надеемся, что мы перенесем эмбриона, который даст беременность. По словам врачей, такие операции на стыке антрологии и урологии позволяют и лечить, и выявлять мужские заболевания, например, рак. Чтобы выявить всю картину, Академия проводит масштабные исследования. А что касается нашей пары, у мужчины есть еще два запасных шанса на операцию. Если чудо не случится, можно прибегнуть к донорству. Первый результат – те, кто желают стать мамой и папой, узнают через пять дней. Алтайский край в тройке регионов лидеров в стране по числу психических заболеваний. Ежедневно за помощью такого плана в Краевую больницу имени Эрдмана обращаются свыше 400 человек. Для многих лечение у психиатра ассоциируется исключительно с медикаментами. Однако сейчас врачи делают упор и на другие методики. Какие именно в День психического здоровья узнала наша съемочная группа? Алтайский край лишился первой позиции в стране по количеству психических заболеваний. Однако проблема не стала менее острой. Чаще всего пациенты обращаются за помощью с тревожными и депрессивными расстройствами. Речь идет о психических расстройствах, которые мы называем пограничные, так называем. Уровень пограничный. То есть это те расстройства, которые лечатся хорошо, которые в последующем человека не беспокоят. Можно это лечить не только медикаментозно, можно это лечить и психотерапевтическими методиками, что чаще всего к чему и прибегают наши специалисты. Среди таких методик особенно важная роль отводится арт-терапия. Под руководством психолога больные рисуют, лепят из пластилина, изготавливают поделки и общаются друг с другом. По словам врачей, это позволяет им вновь вернуться к обычной жизни. Наша задача – реабилитировать наших пациентов, чтобы произошла нормальная интеграция с социумом, чтобы человек вернулся к нормальной жизни, потому что наши заболевания могут наносить урон как эмоциональным, так и мотивационным, так и поведенческим и когнитивным функциям. И чем более серьезное расстройство диагностировано, тем важнее терапия. Многие из пациентов посещают занятия годами и признаются – творчество действительно позволяет сделать жизнь комфортнее и помогает выйти из болезненных состояний. Благодаря нашим группам я вышла с этого состояния, и я поняла, что это реально выйти. Хотя казалось бы, на тот момент, что я просто в этом состоянии осталась. Если скучно, я могу прийти именно сюда, поговорить с кем-то, они меня могут поддержать. Ну и мне очень нравится. Здесь тоже такие же творческие ребята. Ежегодно стационар принимает свыше 4000 пациентов. Врачи говорят, если вы заметили, что с вами или вашими близкими что-то не так, не нужно бояться психиатров, ведь от ментального состояния зависит работа всего организма. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. Накануне объявлен победитель всероссийского конкурса «Учитель года». Лучшим педагогом страны стала участница из Тюмени. А вот нашей землячке Софье Кингяковой не удалось попасть даже в число 15 лауреатов. К сожалению, в последние годы такой результат – уже тенденция. Чего не хватает алтайским педагогам для победы, мы узнали от самих участников, которые представляли регион в разные годы. В этом году главный приз в борьбе за титул «Учителя года России» – «Хрустальный пеликан» – улетел в Тюмень. Так впервые за всю историю конкурса награда оказалась за Уралом. Участнице от нашего региона победа вновь не досталась. Но самое важное для меня, то, что подарил мне конкурс – это люди. Люди, которые повстречались мне на пути. И я понимаю, что ради этого знакомства стоило весь этот год напряженно работать. Говоря о напряженной работе, участники не преувеличивают. В течение года, согласно положению конкурса, они проводят открытые уроки, готовят визитки, портфолио и борются за звание лучшего на местном и краевом уровне. Однако среди победителей давно не появлялись имена наших земляков. Последним лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года» был Алексей Лисин в 2013 году. Нет одного какого-то элемента выигрышного, который позволит тебе победить. И тем более на всех этапах этого нет и этого не существует. Только правильно выстроенный гармоничный урок может это позволить. Но сказать сейчас вам, что мне позволило попасть в пятнашку именно в этот момент, это невозможно. Порой недостаточно даже урока и неожиданных эффектов на нем, чтобы поразить жюри. Мешает волнение, подставляет аппаратуру, а иногда и не хватает банальной поддержки. Раньше регион спонсировал поездку группы, сопровождающую участника, рассказывает «Учитель года Алтая-2011» Марина Панкрашова. Такой институт, как группа поддержки, он как бы вот, ну, наверное, был отменен, если так можно сказать. Но тем не менее ряд регионов по-прежнему посылают с участником своих представителей. И вот если мы посмотрим, я анализировала, как правило, у тех, кто входит в пятнашку регулярно, есть такие группы поддержки, есть свои представители в жюри. Было бы неплохо, если бы до проведения всероссийского конкурса, например, была направлена делегация Алтайского края в какой-то другой регион, например, для посещения именно самого конкурса в другом регионе. Как мне кажется, это было бы очень неплохо. Мы бы тогда поняли, чем, например, регион-победитель, Тюмень в этом году, что в Тюмени такого они делают на самом конкурсе, чего не делаем мы. Как говорят экс-участники конкурса, после всероссийского этапа учителя этим живут и болеют еще не один год. Анализируют, почему не удалось победить самим и чего не хватило тем, кто представлял регион годами позже. К слову, сообщество под названием «Учитель года Алтая», а такое существует, наберены в ближайшее время обратиться к губернатору, чтобы решить некоторые финансовые вопросы, касающиеся конкурсного движения в регионе. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Барнаульский зоопарк поделился радостной новостью. Пара львов Ая и Алтай вновь стали родителями. Кадры того, как их сейчас оберегает мама, зоопарк показал в соцсетях. Для пары это уже третье потомство. Как и раньше, Ая всегда рядом и на стороже. Львица еще ни разу не бросала свое потомство. Сотрудники зоопарка уверены, что и на этот раз все будет хорошо. В планах через пару недель узнать пол малышей. Тогда у каждого обязательно появится имя. Как сложится их судьба, пока неизвестно. Раньше львята отправились в зоопарки разных уголков страны. Львы, самцы, принимают активное участие в воспитании своих детей. И живут они с ними в последующем как большая дружная семья. Поэтому, если даже львята не будут никуда устроены, они могут остаться жить вместе с мамой и с папой и создать большой прайд, который может находиться у нас в зоопарке. Алтайские футболисты выиграли финал Кубка Сибири. Золотые медали забрала барнаульская команда «Темп». В главном матче сезона наши сошлись с Байкалом из Иркутска. Благодаря победе футболисты «Темпа» в следующем сезоне смогут выступать в Кубке России. Как складывался сценарий поединка, расскажет Дмитрий Дроздов. Он наблюдал за матчем, который проходил в Новосибирске. Мы находимся в Новосибирске на местном стадионе «Спартак». Именно здесь будет сыгран финал Кубка Сибири «Темп» против Байкала. В новейшей истории команда из Алтайского края, а в нашем случае это «Темп», будет впервые играть в финале Кубка Сибири. Но если мы с вами углубимся в историю, то 46 лет назад тот самый легендарный «Темп» уже играл в трех финалах. Правда, в этих матчах были все поражения, но в 1975 году из-за дисквалификации Рубцовского торпеда Кубок достался «Темпу». А достанется ли Кубок Барнаульскому «Темпу» в этом году вопрос волновал многих. Особенно болельщиков алтайской команды, которые вместе с игроками приехали в Новосибирск, чтобы зарядить футболистов на победу. Не во всех профессиональных командах приезжают люди и болеют. Хочется им огромное спасибо сказать. И я вот ребятам сказал, говорю, что вы делаете? Вы заставляете людей приезжать, болеть за вас. И те, кто не поехали, я уверен, что они пожалели, пропустили такие эмоции. Ну вот это просто непередаваемые эмоции. И под крики своих болельщиков «Темп» отправился за Кубком Сибири. Начало матча выдалось скомканным, что у тех, что у других. Правда, в первом тайме «Темп» гол забил, но его не засчитали. После этого момента команды обменивались обоюдными ударами по воротам. И ничейный счет продержался до 76-й минуты. Именно тогда игрок «Байкала» дальним выстрелом поразил ворота Антона Трубина. 14 минут до конца матча. Но не будем забывать, что это финал Кубка. А значит, без драматичного сценария игры нам не обойтись. Когда «Байкал» почувствовал вкус победы, «Темп» всеми силами бросился вперед. И за две минуты до финального свистка игрок барнаульской команды Антон Киселев делает мастерскую подачу штрафную. После которой мяч попадает в руку защитника и арбитр назначает пенальти. 1-1 и команды отправились в дополнительное время. Там футболисты соорудили пару моментов, но золотая 103-я минута в истории «Темпа» сохранится навсегда. Последние минуты были самыми долгими для барнаульской команды. «Темп» мог сделать счет 3-1, но Роман Сычев не смог забить с 11-метровой отметки. А «Байкал» почти забил со штрафного. Но феноменальная игра вратаря «Темпа» Антона Трубина оставила счет 2-1. Это и был последний шанс «Байкала» зацепиться за игру, чем они не воспользовались. Как итог «Темп» выигрывает Кубок Сибири. Тяжелая, но такая важная победа для барнаульской дружины. «Темп» впервые в своей, пока еще короткой клубной истории завоевал престижный трофей. «Тяжело, тяжело. Оказывается, игрокам было намного легче, чем тренерам. Поэтому за этот год много пережили вместе с командой. Вся та работа, которая была 7 месяцев проделана, она не зря. Где-то нам немножко сегодня повезло в концовке матча. Но я думаю, везет не просто так. Я видел, как ребята работали все эти 7 месяцев, выкладывались. И где-то нам должно было повезти». Теперь команду ждет заслуженный отдых. А победа в Кубке Сибири дает право барнаульской команде сыграть в следующем году в Кубке России. Тем самым «Темп» большими шагами идет к профессиональному футболу, к своей мечте. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok